Всем привет, мои крошки! С вами Ксюша, вы на канале Ангелов Ринье. Сразу заметки на полях, на губах NYX Lingerie 0.8, на глазах мерцающие тени, это Colourpop, оттенок Catnap. Начинаем! Мой любимый формат видео, ну один из любимых, ладно уж чего там, это заказы с китайских сайтов. И сегодня у нас сайт Banggood, один из моих любимейших сайтов, потому что там столько всего. При учете, что я даже в раздел одежды там, всякого такого, даже не заглядывала. То есть, если я, наверное, туда еще попаду, вообще будет безумие. Буду вам сегодня показывать, у меня много всего. Я начну с того, что я, ну, не заказывала, понимаем, да, что мне прислали все на обзор. И когда я уже выбрала товары на обзор, мне пишут, мы вам еще пришлем наши новинки. Как бы точно надо, да, 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 мы вам пришлем. Вот прислали, смотрите, кемей какой-то. Это прибор 5 в 1. И это, сейчас я вам покажу. Вообще коробка была целая. Вот то, что она сейчас порвана, это я порвала, потому что я не могла, человек с высшим образованием, понять, как ее открыть. Поэтому я тут все разорвала. Это прибор 5 в 1. Здесь и эпилятор, и щетка для очищения лица, и массажер, и бритва, и, ну, такой прибор для педикюра по типу пилки Шоль. И все это удовольствие, потому что около 2,5 тысяч рублей. То есть, все на свете за небольшие деньги. Сам прибор. Очень легко меняются насадки. Есть зарядка и волшебная щеточка для вычищения ваших волос из эпилятора. Эпилятор тонюсенький. Я так понимаю, что это для, ну, скажем так, интимных зон. Я вам сейчас пожужжу, как он работает, чтобы вы понимали. Насадка меняется легко. Например, щеточка для лица. Видите, уже другой звук. Очень, кстати, мягенькая такая. Также здесь есть непонятный нам массажер. Мы тут все смеялись, для чего он может использоваться. Мама говорит, наверное, это для нанесения крема. Я говорю, мама, ты какой-то оптимист невыносимый, потому что на картинке, по-моему, женщина просто шею себе массировала. Так, интересно. Но, честно, настолько легкое давление, что ничего не понятно. Также бритва, электробритва. Ну, вот такая. Честно, я не знаю, что бы я и брила. И вообще брила бы. Не знаю, может Илье отдать. Может, он будет что-то брить. Не знаю. И вот насадка, которая мне прям понравилась. Я, когда мне посылка только пришла, у меня вот здесь на руке был, ну, натоптыш, можно говорить, если это указать на пальце. Но такая, типа, мозолька. То ли я что-то нарезала. Знаете, вот от чрезмерного воздействия на одну точку, вот тут вот на пальце у меня прям была вот такая мозолька. И я эту штуку прямо открыла, когда она мне пришла. И прям вот так вот, прям по пальцу. То есть, оно не больно. И я эту мозольку убрала. Сразу же, тут же, не отходя от кассы, вот эту огрубевшую кожу. Прикольно. Она, смотрите, вот такая блестящая. Я не знаю, зачем этот декор. Ну, вот так сделали. Хорошо. И если сравнивать с пилкой шоль, вот эта штука гораздо грубее. Тут вот количество грит, да, наверное, так надо говорить. Явно меньше. То есть, шоль, она такая вот как полирующая, это прям такая ядрёная. Из всех, ну вот, насадок, я бы, наверное, только вот эту и использовала. Не знаю. Напишите в комментариях, хотите ли вы какой-то отдельный отзыв на эту приблуду. Иначе не скажу. Хотите или нет. Если да, то мы напряжёмся, снимем, попробуем эпилятор. Всё здесь попробуем, что есть прям на натуре. Если нет, то, ну и слава богу, и хорошо, и не буду снимать, и меньше мне проблем. Следующая вещь, которую я уже заказывала с других китайских сайтов. Но оказалось, что мне одной такой мало, мне нужна вторая. По упаковке, по форме. Девочки, я думаю, уже всё поняли. Конечно же, это подставка под помады, акриловая. Смотрите, в какой коробочке всё пришло, очень аккуратно. Ну, вот так она выглядит. Вы знаете, самое интересное, что у прошлого у меня вот здесь сломались перемычки. Как так? Я ничего туда не запихивала, я её не роняла. Как бы оно могло сломаться? Непонятно. Здесь, по-моему, 24 ячейки. Мне нужно много ячейок, потому что помад много. Я вам так скажу. Когда помады расставлены, и они наглядно у вас перед глазами, вы сразу понимаете, чем вы пользуетесь, чем нет. Там разнообразие, наличие тех или иных цветов. Это невероятно удобно. Честное слово. Попробуйте, попробуйте. Классно. Всё мне пришло аккуратненько. Вот так. Кто заказывает на Алиэкспрессе, многие жалуются. Можете даже отзывы почитать, что акриловые контейнеры приходят разбитые. Ну, вот мне с Бенгут вот так всё пришло целенько. Ну, оно ещё было там в плёнке, ну, вот в это, во всё завёрнутой. О, боже мой. Ну, вот знаете, как они заворачивают, чтобы хорошо доехало. Так что не буду вот тут их ругать. Всё было хорошо в данном случае. Мне всё понравилось. Следующее волшебство, которое мне пришло, тоже не заказывала. Но мне сказали, мы вам пришлём. И тут я даже не стала отказываться, потому что, во-первых, было написано, что там золотое покрытие, типа там что-то 24 карата, там какие-то камни, циркон или что-то такое. Это браслет. Браслет я вам его сначала покажу вот так на руке, потом надену. Это сердечко. Сердечко-замочная скважина. С крупными и мелкими камушками. Сзади вот так это работает, да, то есть вы можете регулировать размер браслета, причём это бусинка, у которой внутри прорезиненный центр, то есть оно прям держит. Как вам сказать? Ну, не моё это по дизайну, однозначно. То есть мне кажется, это для более юной такой девочки, ну, не знаю. Мама моя сказала, что неплохо. Ну, знаете, неплохо. Это, ну, как бы, по качеству исполнения, может быть, даже это и красиво. Я не знаю, скажите вы. Но что-то я сомневаюсь, что это золото. Вот перейдите по ссылке внизу и почитайте, что там пишет производитель. Я бы не напрягалась, потому что, ну, я это не заказывала, мне это неинтересно. Я бы это и не заказывала, потому что штука, это, кстати, не дешёвая. Она стоит там больше тысячи рублей. Ну, вот скажите, вот вы бы носили, вот вы, если вы старше 25 лет, вы бы носили такую штуку? Я не против каких-то прикольных украшений, там, я не знаю, когда это что-то забавное. Но здесь вроде как, знаете, посыл, что это серьёзное красивое украшение, а при этом, ну, чё-то непонятное, да? Или это я цепляюсь? Ну, вот это крупное сердце, мне непонятно, мне непонятно. Изнутри оно вот такое. То есть это похоже на бижутерию, ну, это просто бижутерия, да? Пришло вот в таком пакетике. При этом на сайте там прям написано про него роскошно. Напишите в комментариях, вы бы такое носили, или это вот, ну, слишком как-то по-детски. Ну, и третье, что мне прислали на обзор, я это не заказывала. Это вот такой вот порошок для отбеливания зубов. Это большая чёрная банка, то есть, смотрите, огромная. Здесь 30 грамм. Я вам сейчас покажу. Я буду стараться очень аккуратно, потому что порошок очень мелкий, и он может разлетаться. Здесь есть заглушка. Видите? Меленький чёрный порошок. Честно говоря, мы с Ильёй его не поняли. Мы сейчас пытаемся с ним разобраться. Вот все чёрные средства для зубов, которые обещают нам отбеливание, есть такое ощущение, что они работают на контрасте. То есть, когда вы белой зубной пастой чистите зубы, да, эмаль всё равно имеет жёлтый оттенок, ну, и кажется, ну, какие-то зубы жёлтоватые. Когда вы чем-то чёрным чистите зубы и потом смываете, да, полощите полость рта, такое ощущение, что зубы стали белее на фоне чёрного. Но тут какая-то проблема. Вот этот чёрный порошок, он очень плохо вымывается изо рта. То есть, если поверхность самого зуба белая, то между зубов остаётся чёрный порошок. Это страшно, как будто цинга, я не знаю, это, ну, выглядит стрёмно. Но это всё органическое, там, супер-пупер, да, ну, отлично. Но только он не даёт свежести, он безвкусный абсолютно. Его, наверное, надо использовать до зубной пасты или после. Ну вот как я, да, чищу? Я им почистила, у меня всё во рту осталось чёрным, и потом я сверху чищу пастой. И я просыпаюсь абсолютно свежей полостью рта, классно, никакого налёта. Вот языком так вот по всем зубам вводишь. Круто! То есть, что-то этот порошок делает. Но он какой-то странный, он очень плохо вымывается изо рта. Правда. И все вот эти вот капелюшечки воды с этим чёрным порошком, оно всё застывает на раковине, и надо очень тщательно всё мыть. Проблематичная какая-то вещь. Я попробую с ней подружиться, но я не могу сказать, что я прям нуждаюсь в отбеливании. У меня эмаль своя такая от природы, я ничего с ней не делала. И, ну, прям вот дружить с этим порошком нет. Если вы что-то такое ищете, и у вас проблема отбеливания прямо на остро стоит, ну, присмотритесь, ну, купите. Там не сильно дорого стоит, 30 грамм вам на всю жизнь, вашим внукам на всю жизнь ещё хватит. Следующая штука, которую я заказывала для мамы, это таблетница. В принципе, таблетницу можно купить везде и всюду, но очень часто таблетницы большие. Маме нужна была таблетница самая маленькая и на 4 отделения. Я не помню, то ли она красная, только была красная, то ли это рандомное какое-то высылание цвета, я не помню, если честно. Но мы разочаровались, какая-то она вот хлипкая, я не знаю, ребят, вот она какая-то хлипенькая вся, какая-то дребезжащая. Здесь внутри вынимается контейнер с будущими таблеточками, да, и, ну, вот такая вот штука. У нас она сейчас, опа, вот так вот сделала сразу, то есть тут надевается вроде как, но она как-то разваливается. Я не знаю, вот я недовольна, она какая-то вот вообще несерьёзная. У меня до этого были таблетницы, они все были какие-то более прочные. Вот это какая-то, ну, вообще не прочная. Не знаю, ну, мама будет пользоваться в любом случае, ей нужно, потому что у мамы сейчас там таблетницы на 8, по-моему, ёмкостей. Это неудобно, она очень большая. Кстати, для мамы, извиняюсь за шелест, я заказывала вот такую визитницу. Она якобы там была написана кожа, кожа, но это вот это ПУ кожа, да, то есть тупо полиуретан, который более приятный на ощупь. Визитница вот такая, которая лежит у вас дома, на работе или ещё где-то, и вы можете там находить какие-то контакты. Наклеечки Бен Гуд, они их вкладывают в каждый заказ, у меня этих наклеек просто я могу обклеиться вся. Здесь очень много ячеек. Эта вещь, конечно же, не та, которую вы будете носить с собой, да, это, ну, что-то такое, что лежит у вас дома. Маме очень нужно, у неё визиток много, контактов она много сохраняет, поэтому ей такая штука очень нужна, да. И здесь две кнопочки, когда у вас книжечка станет больше от количества визиток, да, внутри содержащихся, вы сможете тут переставлять. Классно. Нормальная штука, ничего особенного, ну, в принципе, к таким вещам у меня и требований каких-то супер-бупер нет. Ну, вот визитница и визитница. Дальше. Для себя я заказывала, это вообще разочарование года просто, и заказывала для себя аптечку. Я люблю хранить лекарства в пластиковых контейнерах различных, и вот тут думаю, о, закажу-ка я себе аптечку новую. И она пришла вот такого размера. Вот моя ладонь, вот аптечка. Ну, это ясно, что там моя вина, смотри, размеры, бла-бла-бла, но я реально думала, что она будет больше, честное слово. Защёлкивается, здесь открывается, вынимается один этаж, и, собственно, вот она вся ёмкость. Первая у меня была мысль вот эту штуку просто вытащить и отдать Веронике, у неё много всяких детских шприцев, градусничков, термометров, простите. Я думала, чтобы у неё был такой чемоданчик доктора. Потом думаю, да нет, ладно, Вероника поиграет один день, а я могу сюда действительно что-нибудь поскладывать. Я стараюсь разбивать препараты на группы, например. У меня есть отдельная аптечка с перевязочными материалами, с какими-то одноразовыми, там, не знаю, шприцами, с бинтами, с лейкопластырями и так далее. То есть это отдельно, да. У меня в отдельном месте хранятся всякие жидкости, там, хлоргексидин, перекись и так далее. У меня препараты от головной боли лежат в одной кучке, препараты для ЖКТ в другой кучке. То есть я стараюсь их как-то дифференцировать. И в данном случае, не знаю, сюда я сложу что-нибудь свои от давления, наверное. Как раз вот этот объём я и займу, наверное, не знаю. Но использовать я её буду. Но со временем я себе куплю такую огромную аптечку в Ашане такие, видела. Недуроко, кстати, стоит. И надо купить и вообще забыть, как звали на самом деле. Ой, следующее интересное вообще. Угадайте, угадайте, что тут в баночках. Это вообще моя мечта, серьёзно. Я когда увидела, думаю, божечки, мне же давно надо было заказать. Это воск гримерный для создания шрамов. Знаете, когда вот так вот этот воск накладывают, потом разрезают, делают неровные края. И заполняют искусственной кровью. Искусственная кровь у меня уже есть, вы знаете об этом. И вот теперь у меня вот такой воск. Один в более натуральном оттенке, другой вот такой желтоватый. Но даже вот такой желтый его всё равно маскируют тональными средствами, да, плотными. Для того, чтобы сравнять с тоном кожи. Поэтому, в принципе, это не критично. Я не использовала, разумеется, да, вы видите. У меня оттенок первый и четвёртый. Но там, если честно, на сайте вообще не понять по оттенкам, чего и как. И вот один у меня хорошо. Сейчас, где? Кто у меня хорошо закрывается? И вот четвёртый оттенок у меня хорошо закрывается, баночка плотно. А у этого какая-то проблема с резьбой, он не закрывается. Ну, прокручивается и всё. Ну, ладно. Обязательно будут делать что-то, пробовать. Мне правда интересно. Я всегда этим интересовалась. Я буду тестировать. И, возможно, к Хэллоуину что-нибудь с вами придумаем интересненькое. А может быть и нет. Я могу вот всем обещать и в итоге ничего не сделать. Такое тоже бывает. И давайте продолжать. Осталось немножко, на самом деле, и всё для ногтей. Я решила покорять, значит, стемпинг. Пока безуспешно. Сразу забегаю вперёд, скажу. Это сложнее, чем я думала. И я знала, что это сложно. А все видео снимают. Ой, это так просто. Нифига не просто. Это сложно. Вот такая вот, как сказать, ну что это такое. Ну, короче, металлическая фигнюшка для стемпинга. То есть, здесь рисунки. Посмотрите на сайте. Там будет проще разглядеть. Рисунки интересные. Рисунки элегантные. Не просто какие-то там, я не знаю, дурацкие кучи сердечек, где непонятно вообще. Ну, как бы, а если я взрослый человек, куда мне лепить эти сердечки? Оно всё было вот в такой плёнке, закрыто. Понятно? Но сзади почему-то, ну, оно никак не влияет. О, смотрите, как отражается. Ха-ха. Оно никак не влияет на качество самой вот этой вот штуки. Но что-то не очень красиво. На этот узор вы должны нанести либо высокопигментированный лак, либо специальную краску для стемпинга. Провести специальной вот штучкой, которую я вам покажу дальше, и перенести рисунок на ноготь. Ничего у меня не получается. Мне кажется, все знают какой-то секрет и не хотят о нём рассказывать. Вот и всё. Поэтому у меня и не получается. Чтобы переносить рисунки, вам нужна вот такая штука. Либо пластиковая обычная карточка и сам штампик, да, это, наверное, можно назвать. Я взяла прозрачный, потому что Лилия Бьюти Ворлд говорила, что нужно прозрачный, чтобы можно было видеть, что вы переносите. Здесь вот такой силиконовый, не знаю, что это, такой плюмпыш. Я не знаю, как это назвать. Его нужно, ну, чтобы он, типа, переносил лак, да, узор, бафом немножко потереть. Я потёрла, всё сделала, и всё равно не работает совершенно. Вот этой карточкой вы как бы убираете лишний лак, берёте рисунок и переносите на ваш ноготок. Вообще ничего не получается, и, я не знаю, это фикция какая-то. Я очень хочу, чтобы у меня получалось. Сама эта штука классная, красивая, прозрачненькая, и очень-очень быстро пришла. Мне вот эти штуки для стемпинга пришли вообще раньше всего из всех посылок. Буквально там, я не знаю, через неделю, наверное. Ну да, наверное, через неделю. Классно. Вот, но у меня ничего не получилось. Ну и также для дизайна ногтей я взяла вот такие штуки, было всё закрыто. Это наклейки, там, 3D, бла-бла-бла, серебристые наклейки, сейчас я постараюсь показать, на ногти. Кому покажется, что это там, типа, некрасиво, нет, ребята, на однотонных ногтях, вы не представляете, как это красиво смотрится. И я немножко не понимаю, в чём прикол. Здесь все рисунки огроменные, то есть у меня ноготь, даже вот на большом пальце широченный ноготь, и всё равно вот этот узор, он больше моего самого большого ногтя. То есть здесь, наверное, это надо всё подрезать под форму ногтей, не знаю. А может быть, я буду вырезать отдельные элементы, не знаю. Хотя, наверное, краше просто, как, не знаю, не знаю. Ещё не придумала, как, но обязательно поэкспериментирую. Да, ну так, знаете, красиво, и тоже очень элегантные рисунки, и всё вот так вот пришло прилично упаковано, ну, как бы здорово. Так что, кому интересно, говорите, может, снимем с вами вместе какое-то видео с дизайном ногтей. Не знаю, говорите, что вам интересно. Мне всё сейчас интересно, особенно воск для создания шрамов. Это же крышесносно, всегда об этом мечтала. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Оно заканчивается. Я вам всё уже показала, что мне пришлось с сайта Banggood. Обожаю этот сайт, я уже говорила. Сайт классный, там можно покопаться и очень много интересного найти. Всё, что вас заинтересовало, будет расположено внизу в инфобоксе. Все ссылочки, все явочки, пароли, всё вам оставлю. И самое главное, не забывайте, что я очень сильно вас люблю. Желаю вам хорошего настроения. Пускай этот день принесёт вам много приятных новостей и вообще много всего хорошего. Спасибо, что вы со мной. Я очень сильно вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok